Мы вот здесь вот на этом переходе, как бы получается, у нас был этот гранд люкс-то этот наш, 500 квадратных метров, 500 квадратных метров, в туалетках вся наша однушка. Впечатления о роскошном отеле и о городе в пустыне зашкаливают. Менеджер по продажам из Бийска Анастасия Балахнина приняла участие в шоу канала ТНТ «Выжить в Дубае», где народные и звездные команды борются за главный приз – 10 миллионов рублей. Анастасия давно мечтала участвовать в одном проекте со своим кумиром Павлом Волей. В 2019 году я написала список желаний из серии «Никогда не может быть» и не про меня. И вот там я написала «Хочу работать в проекте с Пашей Волей» в 2019 году. Так вот, подходим к самому интересному. Пролистываю ленту и вижу сообщение, где Паша говорит «Если ты никогда не был за границей, даже если у тебя нет паспорта за гранд, мы ждем тебя». И мне такое было ощущение, что он прям мне это говорит. Увидела, заполнила анкету, записала видеовизитку. На следующий день ей перезвонили, пригласили на следующий этап. А через две недели жительница Бийска уже очутилась в арабской сказке. Причем впервые за границей. Ну город, ребята, город. Это сказка. Это действительно какая-то восточная сказка. Вот было ощущение, что сейчас откуда-то вылетит Аладдин со своей этой Жасминой. И вот прям реально, ну настолько все чисто, аккуратно. Самое сложное не испытание, а палящее солнце. Температура воздуха прогревалась почти до 50 градусов. В такую жару звезды и народники проходили соревнования. Нервы были на пределе. В какой-то момент девушка нелестно выразилась в адрес телеведущего Давы. За такую невольно брошенную фразу на Анастасию обрушился хейт. Он продолжается и по сегодняшний день. Писали, знаете, такую фразу, что «Какая ты негативная, при этом оскорбляя меня». Я анализировала эту ситуацию. Мы, когда смотрим телевизор, мы в ком-то видим себя. И те люди, которые негативили в мою сторону, в них есть эта черта. Им просто плохо и тяжело это перенести. Дава, к слову, зла не держит, рассказывает Анастасия. И добавляет, что это лишь одна фраза, которая совсем не показатель. На сегодняшний день вышло пять серий знойного проекта. Но после третьей Анастасии пришлось покинуть проект. Собственная команда поменяла ее на более сильного участника. Несправедливое ощущение было. То есть я не успела показать, на что я способна. Возможно бы я выиграла. Сегодня Анастасия – счастливая жена, мама двоих детей. Ее узнают на улице. К ней прикованы объективы теле и фотокамер. И пусть ей не удалось победить в реалити-шоу и потратить выигрыш на мечту детства – поездку в Диснейленд, она безмерно рада, что восточная сказка с ней все-таки случилась. Я это сделала! Ирина Корчегина, Валентина Аскерова, Андрей Сегаев. День с толком.